Каждую зиму жители сталкиваются с одними и теми же проблемами. В разной степени, но все равно сталкиваются. Обильные снегопады делают дворы труднопроходимыми для транспорта и пешеходов. Дороги еще более опасными. Жалобы на состояние тротуаров также поступают. И если за содержание придомовых территорий платят жильцы многоквартирных домов и отвечают управляющие организации, то тротуары и дороги – это городское хозяйство. На сегодняшний момент по итогам аукционов, которые были объявлены администрацией города, уборкой тротуаров у нас занимается ООО «Коммунальное хозяйство», уборкой текущим содержанием дорог занимается МОО «Благоустройство». По объектам пешеходной инфраструктуры у нас в этом году прошло 5 аукционов. Общая сумма, на которую мы заключили контракт, 9 млн 520 тысяч рублей. Мы прибираем город от Светлиц до Красного якоря, до конечной остановки тротуары, в сторону поселка идем, улица Первомайская, улица Маршала Конева, скверы, парки. По текущему содержанию дорог было заключено 8 муниципальных контрактов. Это более 18 млн рублей муниципальных средств и 1 млн из областного бюджета. Насколько готово благоустройство к предстоящей зиме? Директор поведал об имеющихся запасах песка и исправной технике, а также о некоторых технических нововведениях. На все практические машины, которые участвуют в уборке города, установили спутник и систему ГЛОНАСС, которая помогает нам четко отслеживать, где в данный момент находится машина, где она ездила, что она делала. Кроме того, мы планируем в начале декабря приобрести уборочное приспособление для трактора, который присоединяет в спереди трактора, значит и впереди идет машина, и снег сразу будет грузиться в машину и вывозиться. Работа данной техники планируется изначально в центре города. Для этого муниципальному предприятию необходима установка дополнительных дорожных знаков. Пока идем из центра города, мы это будем планировать по другим улицам, что стоянка транспортных средств в ночное время запрещена. То есть, чтобы нам спокойно убирать город, и будут таблички по эвакуаторам тоже стоят. Вот это эвакуатор. Значит, если кто-то будет доставлять транспортные средства в неположенном месте, то машина будет эвакуирована, и, соответственно, для уборки нам ничего мешать не будет. Сначала эти знаки появятся в центральной части города на улице Советской, где и начнет в декабре свою работу новая техника. Ваши инновации заслуживают, не всяких сомнений, внимания и внедрения в систему ГЛОНАСС и те технологии, которые вы сегодня уже применяете. Смотрю, бордюры чистые прямо сейчас. Но ГЛОНАСС-снег не убирает, хочу подчеркнуть, он лишь позволяет контролировать. Прошлая зима была очень снежная. В укор на ваш предшественник, мягко говоря, завалил сезон. И я, и депутаты городской думы говорим, что контролировать работу будем строго. Потому что население прошлой зимой сыто. Были заданы вопросы относительно того, во сколько начинается рабочий день, сколько единиц техники готовы работать в выходные дни. В выходные у нас работают дежурные машины, там есть, значит, ходят они в три ночи. Значит, если сибирь не снегопад, то мы до трех КДМ уборочных машин можем выставить легко. И, значит, ты, кроме того, если надо, выведи ему грейдеры. То есть, ситуация под контролем. Пока. После обильного снегопада, который случился в ночь на понедельник, жители города, а в особенности автомобилисты, могли сами оценить, насколько справляется со своей работой благоустройство. И даже выпавший снег и морозец никак не выровняют дороги. К примеру, полотно на так называемой Горьковской горе уже сейчас практически трещит по швам. Есть только такие аппараты, скажем, которые устраняют данные трещины в зимний период, пока в Кире. Стоимость аппарата, если, скажем так, если бы уж не даже взять, от полтора миллионов рублей идет. Поднимали мы этот вопрос, как бы уже думаем над этим тоже. Пока гораздо меньше вопросов к уборке тротуаров, хотя там в большинстве своем привлечен ручной труд. 46 ставок уборников у нас на сегодняшний момент. Значит, 46 тысяч квадратных метров зимой убираемые площади. Три трактора у меня, три тракториста. Работа дворников начинается. Основная задача до 7 часов утра прибрать тротуары, чтобы люди спокойно двигались на работу. Значит, период снегопада выходит от 2-3 раза, но к 5 часам вечера. Задача тоже поставлена им почистить тротуары и собрать противоскользящий материал. В принципе, к зиме мы готовы. Это первые отчеты руководителей в текущий зимний период. Практика призывать к ответу на Думе, ответственных за содержание городского хозяйства лиц, по заверению председателя Думы и главы администрации, будет продолжена.